Калит Абдепатаев предприниматель. На его предприятии все процессы автоматизированы. Сейчас здесь перерабатывают пластиковые бутылки и пакеты. Мощность производства 500 килограммов сырья в час. В ближайшее время здесь планируют создать и дополнительное предприятие из полученного сырья. Начнут производить полиэтиленовые пакеты, водопроводные трубы и пенопласт. Проблема накопления отходов особенно волнует простых жителей. Если и каждый из нас внесет свой вклад в решение этой проблемы, то она будет решена в короткие сроки. В целях решения проблемы сортировки мусора были установлены специальные контейнеры для бумаги, пластики и стекла. Водители предприятия собирают их и привозят на завод. Благодаря работе мусороперерабатывающего предприятия создано около 30 новых рабочих мест. Но когда завод начнет работать на полную мощность, будут наняты дополнительные рабочие. При этом вопрос миграции в регионе частично решится. Решение вопроса миграции – это главный плюс нового предприятия. Все мы хотим жить и трудиться у себя на родине рядом с близкими и родными. Таким образом, мы будем вносить свой небольшой вклад в развитие своего региона. На строительство завода было затрачено 12 миллионов сомов. Около 5 миллионов выделило Министерство природных ресурсов и экологии технического надзора при поддержке доноров. Представители местного самоуправления оказали поддержку в решении вопросов к земельным участкам. А также представители соответствующих ведомств оказали поддержку при проведении электричества и установке трансформаторов. Все это проводилось в рамках указа главы государства по созданию благоприятных условий для местных предпринимателей. Мы встречались с предпринимателем в прошлом году и одобрили его проект, оказали поддержку в обеспечении необходимым техническим оборудованием. Помощь оказали представители местного самоуправления. С уверенностью можно сказать, что Кайрат Абдепатаев внес свой вклад в развитие региона. Открытие таких предприятий – это результат работы по созданию благоприятных условий для инвесторов и местных предпринимателей. В рамках присвоения особого статуса Баткинской области предпринимателям оказывается поддержка, и это предприятие в полной мере использует все преимущества. До этого было запущено предприятие по переработке отходов в городе Козылкия. В дальнейшем планируют реализовать аналогичные проекты в Реликском и Кадамджайском районах Баткинской области. Кундус Кадатаева, Максата Колбеков, Нургас Абдрахманова, Бахтыбек, Ншамбайлу, Аллату-24, Баткинская область.